Большое спасибо, Андрей Владиславович, за предоставленную возможность выступить с докладом данной реальной клинической практики от глоссария до практического применения в онкологии. Я представляю первый медицинский университет, город Санкт-Петербург, медицинский факультет госуниверситета. У нас в городе на протяжении 6-7-8 лет, точно уже не помню, существует официальное представительство АИСПОРа в Санкт-Петербурге, также представляют данную организацию. Я бы хотел начать с нескольких примеров, почему эта тема беспокоит нас, как отделение АИСПОР в Санкт-Петербурге, как клинических фармакологов из многих медицинских организаций, не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. Пример номер один. Мы знаем, что у нас 14 февраля 2020 года на площадке правительства Российской Федерации состоялось совещание у премьер-министра России касаемо совершенства онкологической помощи. По результатам этого совещания было несколько резолюций, и одна из этих резолюций обращала наше внимание. Министерство здравоохранения должно в течение месяца, это с 14 февраля к 14 марту, предоставить следующую позицию. Как Министерство здравоохранения в России планирует учитывать данные пострегистрационных клинических исследований, которые проходят в клинике, в реальной клинической практике, и если выявляется несоответствие между теми результатами, которые видят практикующие врачи, и результатами, которые позиционируют при регистрации на территории России фармакического компания, вот как эти результаты должны быть оформлены, как они должны быть представлены и так далее. Конечно, вопросы, которые тут же у нас всех возникают у специалистов, которые занимаются клинической фармакологией, специалистов, которые занимаются вопросами оценки технологий здравоохранения, как эти данные будут учитываться, а самое главное, как эти данные будут сниматься, как проводить эти исследования, какие исследования должны это изучать, существуют ли практики, мы знаем, что есть практики, качественные клинической практики, которые мы применяем при предрегистрационных исследованиях, так называемой системой GCP, есть ли такие практики в России, ну и самое главное, какие термины при этом будут использоваться, будет слепой перенос этих терминов из GCP, либо будут разработаны свои термины. Относительно терминов, что мы на сегодняшний момент слышим не только в России, слышим в мире, мы слышим такой термин, как данные реальной клинической практики, мы слышим термин, как данные реального мира, вот в документе постановления правительства, то, что мы сейчас говорили, там есть термин пострегистрационные клинические исследования, слышим такие сокращенные термины, как РВД, РВЕ, слышим термин доказательность реального мира, термин, о котором говорила Анна, наш коллега из Германии, это сравнительная эффективность, мы слышим термин реальная медицинская практика и так далее. Ну, конечно, хотелось бы навести в этих терминах, в этом понимании, какую-то единую гармонизацию, гармонизацию с миром, чтобы мы говорили на одном языке, когда мы, например, используем GCP, мы все договорились, мы все используем одинаковые термины. Мы пытались найти такой единый документ, гармонизированный, международный. К сожалению, пока такого документа нами не найдено. Есть некоторые организации, экспертные площадки, есть некоторые организации, которые предлагают такую терминологию. Вот я вам предлагаю одно из, это данные FDA, оно тоже буквально с 2018 года пытается решить этот вопрос. В 2018 году они выпустили такую книжку. Ну и вот то определение на русский язык, мы его для себя перевели, их английский текст, да. Это, как мы в России понимаем, перевод FDA. Что такое данные реального мира? 2018 год – это данные, которые относятся к системе здравоохранения, которые собирают из различных источников вне рамок предрегистрационных, рандомизированных клинических исследований. Второе определение, которое тоже дано в FDA в 2018 году, что такое доказательность реального мира? Это клиническое свидетельство о использовании потенциальных выгодах или рисках лекарственного средства, полученное в результате анализа тех самых РВД. На данном слайде представлена такая схема, попытка в виде схемы это всё нарисовать. Вот зелёный цвет – это РВД, они бывают разные, данные электронные медицинские записи, электронная история болезни, данные ожидания от страховых компаний, данные ожидания пациента, данные лабораторных тестов, данные некой медицинской статистики, о которой много мы сейчас говорим, генные данные, геномные данные. Безусловно, нельзя исключать данные относительно такой площадки, как социомедиа. Ну и всё это переходит на РВЕ, который это оценивает с помощью различных биостатических методов. К ним, кстати, тоже большие вопросы, какие здесь биостатические методы могут быть применимы, можно ли применять тот же подход, который мы применяем в системе GCP в ходе предрегистрационных клинических исследований. И результаты на сегодняшний момент могут двумя рукавами расходиться. Ну, первый рукав, они возвращаются к разработчикам лекарственных средств. Цель – это модификация дизайна клинических исследований, критерии включения и исключения пациентов, выбор неких исходов, контрольных точек, суррогатных точек и выбор, конечно, центра для проведения клинических исследований. И левый рукав, рукав, который идёт уже в реальную клиническую практику, это паст-маркетинговые исследования, их модификация, это, конечно, клинические рекомендации, которые должны, безусловно, формироваться не только на данных предрегистрационных клинических исследованиях, но и на данных реальной клинической практики. Конечно, изменения в инструкции по применению лекарственных средств. Какие на сегодняшний момент у нас есть потенциальные вообще клинические исследования и что из них может быть применимо для РВД и РВЕ? Ну, такая одна из схем, клинические исследования, они подразделяются на три вида. Это интервенционные клинические исследования, здесь мы говорим клинические испытания, неинтервенционные клинические исследования, ну, и некоторые авторы ещё выделяют третий вид клинических исследований, так называемые минимальные интервенционные клинические исследования. Если говорить про интервенционные клинические исследования, так называемый clinical trial, на сегодняшний момент большинство экспертов считает, что внутри интервенционных клинических исследований есть как минимум две категории, которые могут быть и должны быть применимы в теории, в философии РВД, РВЕ. Первая группа – так называемые большие упрощённые рандомизированные испытания, и вторая группа – прагматические клинические испытания. Но я не буду говорить про прагматические клинические испытания, у нас будет доклад, посвящённый в рамках этой секции, относительно крупных испытаний, вот этих больших упрощённых клинических испытаний. На сегодняшний момент они трактуются как перспективные рандомизированные исследования, в которых есть определённые требования к их статистической мощности. Сбор информации представляется лишь по данным конечных точек, в основном суррогатные точки не применяются. Есть так называемые отребования к рандомизации, наверное, примером крупного испытания с упрощённой процедурой включения. Наверное, сейчас это то исследование, которое провозит ВОЗ для ковида, так называемое исследование солитарити. Наверное, оно является таким примером крупного испытания с упрощённой процедурой включения и сбора данных. Относительно неинтервенционных клинических исследований, ну, мы знаем, там есть обсервационные исследования, и они давно и широко применяются в системе РВД. Конечно, есть когортные, изучение долговременных тенденций, регистры, реестры пациентов, анализ баз данных и так называемые пострагиционные исследования безопасности, иногда их еще сокращенно называют исследования ПАС. Ну, я на данном слайде поставил вам некий такой пример. Был проведен метаанализ, систематический обзор литературы. Все-таки реально, какие исследования применяют в системе РВД, РВЕ. Ну, вот здесь авторы посмотрели базы данных США, Азия, Ближний Восток, Европа. Ну, и вывод, который они делают, что чаще всего в системе РВД, РВЕ на сегодняшний момент применяют исследования, которые опираются на данные баз данных больниц, да, и используют также для системы РВД, РВЕ регистры либо реестры. Тут кто как называет их. Примеры эффективного применения РВД, РВЕ. Ну, мы знаем, что на сегодняшний момент у нас есть два рукава. Один рукав – это пример использования РВД, РВЕ касаемо безопасности и эффективности лекарств. И второй рукав – это так называемая система возмещения затрат, фармакоэкономика сюда же входит, и более глобальная система оценки технологий здравоохранения. Относительно безопасности лекарственных средств. Ну, три основных источника информации для РВД и РВЕ. Первый источник – это реестры пациентов, которые могут быть созданы для отдельных лекарств, для отдельных групп препаратов. Ну, и есть так называемые реестры болезни. Второй источник – это медицинские карты пациентов. Они могут быть больничные, они могут быть национальные. Мы здесь видим пример такой национальной программы, называется Синтенелл, FDA его запустил. Ну, и есть так называемые профессиональные медицинские программы, которые также пытаются объединить информацию о пациентах с позиций безопасности. Безусловно, третьим источником информации, и многие авторы считают, что он набирает оборот, и мы, как врачи, не должны его игнорировать, так называемый источник информации с социо-медиа. Пример. Реестр пациентов для отдельных лекарств. Препарат под названием НАТО-Лизумаб – моноклональное антитело для рассеянного склероза. Одобрено было для продажи для клинического применения в 2004 году. Однако через два года было запрещено в клиническом применении в связи с тем, что были показаны случаи развития прогрессирующей мультифайкальной лейкоэнцефалопатии. Однако после того, когда был создан реестр этих пациентов в 2008 году, было одобрено его разрешение опять к клиническому применению под контролем, под источником информации о безопасности этих пациентов, потому что был создан регистр таких пациентов, и можно было их отслеживать. Пример по эффективности лекарств. Конечно, сейчас на сегодняшний момент РВД, РВЕ в области эффективности лекарств сосредоточен как раз в области онкологии. На площадке этой конференции по онкологии у нас есть честь вести данный семинар и его проводить. Ну и, конечно, в области редких заболеваний. Конечно, это выявление новых биомаркеров болезни. Конечно, это определение лекарственной чувствительности. Конечно, это прекрасный источник информации для проведения байсерского анализа клинических испытаний. Пример. Ну, как раз препарат из онкологии, да, препарат под названием блинатумумаб, лечение острого лимфобластного ликоза. Был одобрен ЭВДЕИ для клинического применения в 2014 году. Однако, если посмотреть, как происходило это одобрение, на что опирался ЭВДЕИ, это как раз классический пример РВЕ. Было проведено открытое многоцентровое исследование с одним рукавом. И этот рукав как раз был данный РВЕ, РВД. Это был исторический контроль из группы пациентов, которые получали стандартную терапию. Вторая группа, когда мы используем РВД, РВЕ, помимо эффективности и безопасности, это принятие решения при возмещении затрат, когда плательщик в той или иной мере за пациентов 100 или неважно в каком проценте покрывает эти затраты, либо полностью, либо там договаривается. Конечно, это крайне важное направление, и Айспор, честь которой мы представляем в Санкт-Петербурге, он очень много времени данному направлению уделяет. Здесь есть такое понятие, как разделение рисков. На данном слайде представлено несколько другое определение, чем разделение рисков. Это тот термин, который использует европейское представительство ВОЗ. Это соглашение между производителем и плательщиком, что та или иная медицинская технология будет оплачена в том или ином объёме, в зависимости от того, какую она эффективность показала. И, конечно, эффективность, которую она показала, это эффективность, которую она должна показать в условиях реальной клинической практики, то есть в той самой парадигме РВД. Здесь могут быть финансовые соглашения, касаемые денег, и зелёный цвет для нас больше внимания представляет. Это соглашение основано на клинических результатах. Может быть такое понятие, как платить за результат, может быть такой термин, когда компания создаёт реестр, и здесь тоже это применяется, либо возмещением с так называемыми доказательствами. Ну вот один из примеров, это соглашение основано на клинических сходах, платить за результат, концепция, это оценивается уровень не отвечающих на лечение пациентов, и в зависимости от этого подразумевается оплата, частичная либо полная. Данная методология активно применяется в Италии и во Франции. Предварительные выводы. На сегодняшний момент РВД, РВЕ у нас источник информации по эффективности и безопасности лекарственных средств у конкретных пациентов в условиях реальной клинической практики. На сегодняшний момент это база для создания клинических рекомендаций. Это, безусловно, источник информации по коррекции предрегистрационных клинических исследований. И, безусловно, это инструмент для принятия решений о возмещении затрат и так называемой системы разделения рисков. Какие мы видим рекомендации по внедрению вот этой философии, концепции РВД, РВЕ в Российской Федерации? Мы разделяем тактические и стратегические задачи. Ну, тактически, наконец-то, создать некую книгу, некий глоссарий, на площадке которого мы все в России договариваемся о этих терминах, о том, как они переводятся на русский язык и так далее. Конечно, необходимо проведение пилотных проектов. И, конечно, необходима кооперация через международные какие-то платформы. Возможно, такой платформой может быть тот же самый Айспор. Ну и стратегические задачи – это внедрение этой концепции в некое законодательное поле в Российской Федерации. Безусловно, внесение поправок, формирование перечней. И, безусловно, наконец-то, запуск вот этой системы возмещения разделения рисков, о которой в Российской Федерации давно говорят. Мы создали некую такую платформу, рабочую группу. Мы даже договорились, как мы будем этот проект называть. Вот мы его выбрали, как он будет называться, «Майя РВД – реальная клиническая практика». На данном слайде представлены те участники этого проекта, которые работают уже почти год над данным проектом. Здесь открыты двери. Мы всех приглашаем вступить в нашу некую платформу. Что на сегодняшний момент мы сделали? Мы практически закончили книгу. Сейчас мы ее согласовываем между партнерскими некими такими ассоциациями, организациями. Мы заканчиваем практически сайт. Есть предложение выпускать журнал, посвященный данному направлению. Мы тоже договариваемся. И в сентябре месяце мы готовим конференцию, на которой представим и книгу, и представим более подробное наше мнение, как данное направление должно развиваться. Безусловно, есть концепция, которая подразумевает в себя внедрение системы сбора и анализ данных реальной клинической практики, а также их использование как основу для принятия решений в системе здравоохранения Российской Федерации. Мы помним один из первых слайдов, которые я показывал, о том, что Минздраву поручили разработать некую трактовку пострегистрационных клинических исследований и насколько они значимы нашей системе принятия решений здравоохранения. Мы видим, что Минздрав вывесил некий документ для обсуждения, и планируемый срок вступления этого документа – это 2001 год. И последний слайд, который не несет никакого смысла, кроме одного. Мне очень понравилось название этой публикации, я его перевел на русский язык, как «Необходимо преодоление отвращения к новым методам получения доказательств». Безусловно, РВД, РВЕ – это такой вот новый метод, который мы уже не можем игнорировать. Большое спасибо за внимание.